Игорь Негода Итак, я теперь про себя, про свой доклад. Сам я всегда по профессии работал как математик, и у меня было всегда увлечение, бешеное увлечение, это писать игры, компьютерные игры. Итак, я расскажу вам историю. Первую игрушку я написал ровно 30 лет назад, поэтому сейчас некий юбилей, и все, что рассказывается, возможно, с вами произойдет в течение ближайших 30 лет. Кто-то из вас повторит мой путь. Первая моя игрушка была на персональном компьютере IBM PCXT, он у меня появился где-то в 89-м, наверное, году, ну, 30 лет назад, в 88-м. И его появление было, не знаю, как для вас первая поездка на море, то есть после серого города вдруг голубое, голубые цвета, яркие звуки, все необычное, все возбуждающее. Вторая история будет, это про создание игрушек на телефонах Nokia, которые появились у меня 20 лет назад. И третья история будет про удивительный девайс iPhone, который мне подарили 10 лет назад. И когда мне его подарили, я понял, что до этого я писал игрушки для неправильных девайсов. Итак, начнем. И пока я, значит, списал этот доклад, у меня получилась такая красивая табличка. Видите, с шагом ровно 10 лет у меня появлялись новые устройства, на которых я начинал писать игры. И как вы можете увидеть с этой таблички, у меня сразу родилось три закона о прогрессии этих устройств. Я его назвал закон Джорджа Буша Младшего. Вот три закона как раз. И, значит, первый закон — это то, что на устройствах через 10 лет на новых тактовая частота увеличивается на порядок, а экран вообще, размерность экрана вообще не меняется. А с палитрой чудеса. Она не просто на порядок увеличивается, даже не на два порядка, а я бы сказал, на три порядка. И вы, люди ученые, можете синтерполировать, и вот в следующем году, в течение двух лет, видимо, выйдет какой-то девайс совершенно сумасшедший, 5-гигагорцовый, с таким разрешением. Но зато я вот не знаю, что будет с палитрой. Это что-то сумасшедшее. Итак, поехали. Значит, первое устройство — IBM PCXT. Операционная система была MS-DOS. Я даже не знаю, кто-то из вас еще помнит. Программирование было изумительное. Ты владел всем процессором как бог. Ты мог творить все, что угодно. Ты мог переписывать даже операционную систему. И я начал клепать игрушки подряд, одна за одной, в течение года, там, порядка, каждый месяц по одной игрушке. Ну что, какие сюжеты в игры уходили? Конечно, то, что мы делали, то, что мы играли в школе, на тетрадных листочках рисовали морской бой, клеточки заполняли, обход поля шахматным конем, и так далее, и так далее. И вот одна из первых игрушек моих «Морской бой» неожиданно стала популярной в том смысле, что ее показали в программе «Время» и сказали, что я разжигаю. То есть разжигаю, прям очень сильно разжигаю. В принципе, вот я виноват за все, что сейчас творится. После этого меня в городе уже стали моим узнавать. А сам я работаю в ядерном центре, в Арзамас-16 такой. И, значит, с утра прихожу на работу, и я уже телезвезда. Ну, со всеми сопутствующими последствиями. Следующая из серий игр, которые я стал выпускать сразу же, это были карточные игры. Я выпустил «Кинг», «Преферанс» уже был, и поэтому я не стал. Знаменитая мехматовская игра, это «Диберц», это игра один на один, японский дурак, еще какие-то там три палки. Ну, в общем, много. Я страшный картежник, игр было много. И вот в одной из моих игр игр играли роботы в романе Лукьяненко. Мне прислали ссылку, и я был изумлен. Ну, карточными играми я еще потом вернусь. В общем, я писал игры и понимал, что, возможно, на них можно заработать. Но я получал удовольствие от разработки, от того, что их создают. Да еще из-за этого, чтобы мне деньги платили, я понимал, что такого счастья, ну, в принципе, быть не может. К тому же все игры воровались сразу. То есть как только я выпускал игрушку, через месяц она уже продавалась на горбушке, значит, с дискетами, там все подписано, такой-то, такой-то. Защитить программу в то время было совершенно невозможно, потому что ты мог управлять процессором Intel, как хотел. И на любой вопрос, на любую проверку ты мог вернуть true вместо false. Правильно? Итак, продолжалось долго, пока я не стал копировать некоторые телевизионные сюжеты. Как вы помните, в 90-х годах на наше телевидение покатилась волна западных TV-шоу, которые мы давали свои имена и которые на самом деле не являются оригинальными. То есть все вот эти поле чудес, это Will Fortune и так далее, так далее. Они украли, поле чудес украла Will Fortune идея, я, соответственно, украл поле чудес идею и перенес это на персональный компьютер. Ну, совершенно не со зла, просто как это был естественный путь. И я совершил три, не знаю, роковые и нероковые ошибки, три действия в конце, которые перевернули судьбу этой игрушки. Значит, я в конце поместил адрес свой. Ну, а адрес, это же секретного ядерного центра. Вы до сих пор можете смеяться, но обратно я послать ничего не могу. То есть мне письма пишут, а я ответить не могу. И я поместил номер свой домашнего телефона. И еще одно третье действие, чуть попозже скажу. В общем, мне стали звонить, 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 и, наконец, один из звонков был чудесный. Мне позвонил какой-то Сергей из Израиля и попросил разрешение разместить на, в то время назывался не торрент, я забыл как, ББ, да-да-да, разместить эту игрушку у себя на ресурсе. Я сказал, ну, конечно, размещай. И после этого число звонков на порядок увеличилось, и письма стали приходить уже в ядерный центр из американских университетов. Я спрашиваю, что вы пишете-то, это же русская игра, говорит. А у нас студенты изучают русский язык, это отличный учебный материал для изучения русского языка. И, в общем, значит, как это, слава накрыла меня, но денег все равно не было. А были даже, как бы, проблемы. А проблема была в том, что я попытался заработать, и пришел в редакцию, там, поле чудес, и говорю, давайте, значит, я вам ее продам. Они говорят, да-да-да, давай-давай, все, там, составили договорчик, и тут тянули-тянули, настал 93-й год, и танки стали стрелять по Белому дому. А мы должны как раз были в августе, а, в сентябре, в октябре подписывать договор. А они все взяли и уехали в Испанию на три месяца. Вот все, которые подписывают договор, они все уехали, потому что они не знали, чем эта стрельба закончится. А когда вернулись, все, игрушка уже распространилась на всех компьютерах Советского Союза бывшего стояла. И они сказали, ну, нет смысла ее перевыпускать, потому что ты уже забил весь рынок. В результате, как это получилось так, что игрушка была везде, я мог пинком ноги открыть дверь в любую областную администрацию бывшего Советского Союза. Но я двери не пинал, не открывал, а продолжал игрушки писать. Писал, писал, писал. И вот я вам напоминаю, что был такой чудесный язык. Все это было написано в чудесном языке Паскаль. Он влезал на одну дискету, весь дистрибутив, тот, который сейчас X-Code называется, влезал, занимал 300 килобайт. Скорость компиляции была невероятная. Поле чудес компилировалось за полторы секунды. Я любил программировать, сделать много изменений. 50 ошибок, 100 ворнингов. И так раз чуть-чуть исправил. 20 ошибок, 38 ворнингов. Раз, 10 ошибок, 15, 2, 1, 0. Есть. Пошел. И пошел процесс. Напоминаю, что язык Паскаль. Спасибо, кстати, Франции за то, что она родила Блеза Паскаля. И спасибо Блезу Паскалю за то, что он родил язык Паскаль. И этот язык отличается от всех ваших нынешних современцев тем, что нумерация в массивах начинается с единицы. И кроме того, там не было никаких листенеров, никаких распараллеливаний, никаких прерываний. Был простейший цикл между строчками, между командами repeat и until k-preset. И после того, как ты клавишу нажал на компьютере, ты начинал обрабатывать пришедший сигнал, после этого менял сюжет, состояние героев и так далее. Сейчас мы давайте еще чуть-чуть про состояние героев. Здесь я научился анимировать. Для того, чтобы анимировать этот большой круг, который крутится посередине, черно-белый, и получить 25 кадров в секунду, пришлось написать программу на ассемблере. То есть программировал довольно глубоко. И плюс еще для того, чтобы тогда же не было PNG-формата. Все было битмаповское. И, соответственно, нужно было самому задавать некий специальный цвет для фона. И потом считать, что это не фон, а что это прозрачные пикселы. И, соответственно, в ассемблере программе вместо, как только я встречал пиксел этого фона, я его не рисовал. А там рисование было сложное. Там сразу по 4 пиксела рисовалось. Тебе нужно было байт правильно оформить. В общем, такая была интересная математическая задача. Ну, на Якубовича у меня здесь, по-моему, всего 4 кадра. Фотошопов тогда не было. Я рисовал все от руки. Размеры картинки не очень большие. Типа 48 на 48 пиксел. А может даже и меньший. На девушку я потратил больше всего. Это 8 кадров на ходьбу. Еще 2 кадра на поднимание рук с буквами. Но вот с девушкой было замечательно, потому что я приглашал к себе в кабинет всех девушек с нашего математического отделения, а их там 500 штук. Ну, в общем, было хорошо. Спасибо. Вот одна из девушек. Сколько я заработал на этой игрушке? Ровно 500 долларов. Эти 500 долларов мне выплатил хозяин фирмы забыл. На предчистинке была. Сейчас вспомню. Которые выпустили русский аналог Нинтендо. О, правильно. Стиплер. Браво. Дайте человеку приз сразу. Стиплер, да. И они выпускали Дэнди. И он сказал, давай я покупаю у тебя права за 500 долларов на игрушку «Морской бой» и «Поле чудес». И за это ты на Дэнди выпускаешь эти игры. Ну, конечно, я ничего не сделал, потому что там нужно было изучать язык Форд, а он такой польский. То есть, нужно сначала туда зайти, а потом все оттуда достать. В общем, все вот так зайти, доставать, зайти, доставать. Это было сумасшедшее программирование. Я ничего не смог сделать. Но зато потом этот язык Форд мне помог изобрести новую игрушку. Значит, причина успеха той игрушки простая. Это был пустой совершенно рынок, а у меня был доступ к IBM PC, который стоял на рабочем столе, я мог в рабочее время писать эти игры. И, соответственно, у меня была документация вся, потому что наши шпионы, разведчики, они доставали всю документацию прямо к нам в ядерный центр. Поэтому а мы уже ксерили и вам отдавали в Москву. Так, к примеру, было. И после этого я программировал в системе Windows уже после MS-DOS, перешел к трехмерным играм, был даже фирминтл, работал годы лет 5 или 10, я уж не помню. Мы там делали трехмерный движок, аналог DirectX. Он назывался 3DR, 3DR, 3DG, 3DW. И даже вот есть такая игрушка Falcon, она на этом движке была выпущенной. И где-то, наверное, в 96-97 году мы ездили в Лос-Анджелес, ее показывали на выставке E3, такая знаменитая биеннале, раз в два года, по-моему, эта выставка в Лос-Анджелес проходит. У нас была командировка, нужно было пройти по всем стендам и сыграть во все игры. Я вернулся с 16-ю майками, а остальное я уже даже не считал. Писал-писал эти игры и понимал, что заработать невозможно. В системе Windows, так же, как и в MS-DOS, заработать нельзя. Пока мне не подарили ровно 20 лет назад телефон Nokia. У меня уже было имя, мы сказали, ну, ты же программист, давай, вот тебе телефон, сделай нам игрушку, я вот люблю играть там в Кинга. Я получил телефон и все началось заново. И я начал писать игры под телефон. И, соответственно, парадигма программирования в телефоне изменилась. То есть, появились лисенеры, то есть, события на нажатие клавиши, которые ты должен обрабатывать, но все равно, как бы, оно было не распараллельным и не очень строгим. Пиши, как хочешь, последователя, и ничего страшного не случится. И вспомните тот язык форт, где-то надо было все положить, все сложить и все так вот перекладывать. Это как ханойские башни. И вот я придумал, что ханойские башни, древняя головоломка, она, конечно, хороша, но она скучная, перекладывать. А вот если цветов сделать не один и три башни, а цветов сделать Н, а столбцов Н плюс два, то головоломка сразу становится очень интересная. И при Н равном шести я ее назвал африканская, потому что даже африканцы в нее могут играть. При Н равном восьми я ее назвал китайская, потому что китайцы тут уже подключаются. А при Н равном десять это были русские башни, потому что только русские могли в эту башню играть. Это была совершенно сумасшедшая игра. В эту игру до сих пор вот сколько там, тридцать человек играло. И до сих пор эти тридцать играют, а некоторые умерли уже. Но все. Но они, но у них звание, и они вот как бы навечно в звании. То есть они как живые для нас. И на этом телефоне мы решили заработать с моим приятелем. Напоминаю, что разработкой здесь были два типа языка. Для коммуникаторов язык был C++, а для обычных Ноки это Java ME, и они делали файлы с расширителем JAR. То есть он воровался тоже мгновенно. Поэтому зарабатывать тоже было непонятно как. Пока мы не поняли, что появился такой способ заработка как посылка смс. Сейчас оно уже стало, наверное, мемом, а в то время это было, только начиналось. То есть был такой смс-интегратор у нас А1, который говорил, ребята, вы в свои игрушечки заставляете пользователя посылать смс-ку за три рубля. Из этих трех рублей два рубля я забираю, интегратор говорит. Из оставшегося рубля 75 копеек забирает оператор. Ну, там, Билайн, Мегафон, МТС. Э, 25 копеек твоих. Все честно? Честно. Мы, конечно, давай. И, значит, мы написали. И вот эта игрушечка, значит, вот эти башни сарусские, мы выложили ее в магазин Nokia за бесплатный jar-файл. И там был конкурс. Каждый день выкладывалось три башни, и кто эти три башни за наименьшее число ходов сложил, кто-то может там за 30 ходов, кто-то за 40, тот становился чемпионом. И он был король горы, и все на него молились, смотрели, и он был счастлив. И все были тоже счастливы. Но, чтобы отправить свое решение, нужно было поставить смс-ку за три рубля. Не очень дорого. И вот мы сделали такую систему, договорились с смс-интегратором, выложили игрушку в магазин на русском языке. На русском. Все там, мини была русская. И стали ждать первые смс-ки первых 25 копеек заработанных. Значит, ждали, ждали. Как вы думаете, откуда она пришла? Кто за Россию? Кто за Казахстан? За Украину, Белоруссию? Нет? США? Не-не-не-не-не. Сейчас я вам скажу. Вот. Эта страна называется Восточный Тимур. Мы когда увидели этот код, ну там же в префиксе код телефонный, у нас на сайте он прям разбирается, и мы прям странно. У нас там 200 стран уже закопилось за 10 лет. А вот первый Восточный Тимур. Да господи, что такое сразу? Откуда там знают русский язык? Да еще и есть телефон Nokia. Бросили в энциклопедию, оказалось, что Восточный Тимур был под гнетом сначала Португалии, в 2000 году освободился, был под гнетом Индонезии, и потом в 2003-м они освободились, собрали свой Курултай общий и сказали, давайте выберем себе новую конституцию, новый язык. Поскольку все говорили на этом Тимуре только на португальском или индонезийском, но это был язык захватчиков, то вышел их главный парень и сказал, давайте сделаем государственный язык финский. Я не шучу. Финский. Они заказали 120 тысяч учебников финского языка, выписали себе сколько-то, 10 тысяч учителей финского языка из Хельсинки. Ну, а кто учителя финского языка в Хельсинки? Ну, конечно, все бывшие из Санкт-Петербурга русские. Вот этот русский. Вот он и играл. В общем, играли много моряки. Ну, и там, конечно, потом Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан. Это все заполонили. Правда, Казахстан от России сложно отличить, потому что у них одинаковый префикс плюс 7. Поэтому я не помню, как мы эту проблему решили. И заработали сумасшедшие деньги по тем временам целых 5 тысяч долларов. И я понял, что можно как это, ну, не только математикой зарабатывать, но можно еще когда-то играми. Но это длилось недолго. Это длилось недолго, пока 10 лет назад у меня не появился iPhone. И после этого мир снова стал цветным. Разработка без всяких проблем. Девайс без всяких глюков. Все. Воткнул и работает. Это было настолько неожиданно, что, в общем, вы себе разработчики, представляете, вот стой с Nokia, допустим, ты когда ставил дистрибутив для разработки, если он у тебя в этот момент был телефон воткнут в порт компьютерный, то дистрибутив не вставал. И нужно было сносить, вытаскивать телефон, ставить заново, после этого в определенный момент втыкать его, нажимать кнопку, вытыкать. В общем, было очень сложно. С iPhone все. Воткнул, работает. X-код поставил, работает. В магазин положил, продается. И я написал, рынок-то был пустой в 2009 году. Вот в 2009 году мне подарили этот iPhone. Нет, не этот. И понеслось. В общем, я много-много игр сделал. А вы знаете, что разработчик игр, он начинает деградировать с точки зрения пространства. То есть сначала ты стремишься к реализму, ты создаешь трехмерные игры, потом 4D, 5D, 6D, какие там кинотеатры бывают, 8D. А потом ты понимаешь, что настоящий программист, он как разработчик сайтов, он пишет на белом экране черными буквами фантом на стороне пользователя. Правильно? Вот это настоящий сайт. Все остальное это художественные изыски. Так же и с играми. То есть я стремился к минимализации. То есть писал такие игры, что там вообще ни одной картинки нет. Все только текстом или цветом бэкграунда этого текста. Закругление можно делать. Там целые эпопеи. Если бы были одномерные игры, я бы, конечно, на одномерные игры перешел, но, к сожалению, я пока еще не придумал. И вот я написал за первый год 2009 штук 10 игр и про все игры писал на Хабре статьи. Меня там банили сначала за рекламу, некоторые были плюс 100 в рейтинге. В общем, такая была интересная жизнь. пока ко мне не обратился один мужик с этого Хабра, ну, тоже там пользователь, говорит, слушай, я вижу, как ты мучаешься. Ты так не заработаешь деньги. Я говорю, а как заработаешь? Ну, заработают просто. Вот те, кто в топ 25, те в шоколаде, а все остальные сосут лапу. Скажу вам честно, ничего не изменилось. Вот сейчас только нужно в топ 25 влезть, нужно 100 тысяч долларов потратить, а тогда можно было ничего не тратить. Можно было за 500 долларов или при помощи всяких хитрых механизмов влезть в топ. И он мне говорит, давай я твою игрушку продвину, любую, которую ты написал, много, я ее в топ британский вытащу наверх. Я говорю, а тебе что? А ты про меня напишешь на Хабри хорошую статью, потому что у тебя рейтинг хорош, тебя читает, ты вообще замечательный, все тебя любят и так далее. И говорю, все, согласен. Я говорю, вот эту игрушку Six Towers выпускаем. Это вот как бы было продолжение тех саровских башен только под айфон. Тот парень посмотрел, говорит, не, давай 50 на 50 будем делить доход. Я говорю, 50 это же не 25 копеек, как с СМС. При этом я ничего не делаю. Он говорит, только нужно сделать две вещи. Вставить рекламу, дизайн его устроил, вставить рекламу и вставить встраиваемые покупки, что ты рекламу убираешь. То есть за доллар можно было, пользователь мог убрать рекламу. Все. сказано, сделано, за недельку быстренько спрограммировали. Я выложил ее, он выложил ее, я выложил в магазин, а он начал тянуть в британском App Store. И хоп, она там на первое место вышла в течение трех дней. Он посмотрел, говорит, идем в американский App Store. Мы пошли в америк... Я не против. Мы пошли в американский App Store. Так, пошли, вот идем, идем, идем. Нет, здесь все нормально. А можно нажать? А что это? А что за компьютер-то? Уже не то время. И правда зависит. Вот вы не устали, а он устал. Сейчас сделай. Можно? Здесь переключилось, а на экране... Выложили, короче. Больше нельзя, чтобы подключила и работала. Выложили в американский App Store. И в течение трех дней она залезла на первое место. Значит, напомню, как... Ну, это я уже сказал. И залезла сначала в US топ-1 и лежала там целую неделю. Через неделю залезли уже следующие игры. От других разработчиков им тоже нужно хлеб кушать. Так вот, пока она там лежала, каждый день заработок был 6 тысяч долларов в день. 3 тысячи забирает разработчик, 3 тысячи я. В общем, я не мог ни есть, ни спать, естественно, потому что как ты будешь есть, пока ты ешь, тебе упало 100... Да. 200 долларов. А нужно же проверять. Клавиша F5 была стерта за три дня. Вот. Ну, счастье закончилось, какие деньги упали. Я думаю, обманет, наверное, не выплатит. А он говорит, слушай, давай ее выпустим еще для айпада. В то время это было две разных версии, нельзя было объединять. Выпустили для айпада. Он говорит, давай выпустим с расширением, то есть плюс. То есть, ничего не меняли, только в игре поменяли название. Six Towers. Six Towers плюс. Еще не... И вот месяц. Месяц мы были 6 тысяч умножить на 30, 180 тысяч долларов игра заработала за месяц. В то время это был 2011 год, сентябрь месяц. Я это помню. Очень хорошо. И... Значит, общий доход... Ой, белые цифры на белом фоне. Это потому, что здесь могут находиться налоговые инспекторы. Поэтому... Это доход от рекламы, короче, заработала за все время. Полмиллиона. И, соответственно, от внутриигровых покупок, то есть люди, которые покупают, чтобы не показывать рекламу, 200 тысяч человек купило. Сумасшедшие люди, конечно. Вот я вот без рекламы внизу вот этой баннерной вообще играть не могу. Она меня как бы развлекает себе. Куда эти деньги делись, я не знаю. Вот. А поскольку деньги закончились, а имя-то осталось, то меня позвала к себе Corona Labs. Я думаю, господи, ну куда я пойду, в какую еще... А Corona Labs это разработка игр для... Один проект на все платформы. То есть iOS, Android, HTML, macOS. В общем, как это... А я macOS давно мечтал. Вы же знаете, насколько мучительный переход с iOS на macOS. То есть там нужно все переписывать. Там даже букву надо в операторах менять. То есть там с N все начинается. А тут взял эту Corona Labs, попробовал за недельку сыграл, сделал первую игру карточную, вторую, третью и сразу выложил на Android и сразу выложил HTML. Он статью там на Хабре написал. В общем, движок мне очень понравился. Я вот думаю, что следующий девайс это будет типа Nintendo Switch, под который Corona Labs сделает свой фреймбок. Кстати, под Nintendo Switch он будет выпущен уже осенью. А уже осень, Значит, зимой. Там Nintendo не тормозят, тормозят. Там NDE всякие подписывают. Об этом нельзя говорить. Вычеркните там записи. И что вы думаете? Думаете, карточные игры мало приносят? Ну, в свете того, что мне пенсию отодвинули еще на пять лет? Давайте посмотрим. Я много карточных игр написал. Хочу сказать, что здесь язык Спирлоа, он очень похож на Паскаль. И тоже нумерация массивши идет с единички. То есть все вернулось на круги своя. И сейчас покажу недавний мой вчерашний заработок от рекламы AdMob баннеров. 20 долларов в день вообще по-моему для человека, который из провинции Саровской из Арзамаса 16 очень хорошие деньги. За месяц 881 было. Так что пишите игры. Пишите игры. Сейчас я вывод. Вот. Вывод. Пишите игры. Еще хочу сказать кое-что такое. Уже больше не про игры, а сопутствующие. То есть когда вы пишите игры, вы свой опыт программирования очень сильно повышаете, потому что вы увлечены и есть известная теория, если ты хочешь стать профессионалом в каком-то деле, нужно 6000 часов заниматься этим делом. Когда ты игры пишешь, ты пишешь 24 часа в сутки порой. Как играешь? Сначала я играл в игры, допустим, в Descent. Мы играли за того, что даже со стульев падали. А потом этот Descent, оказалось, что я приехал к ним и к разработчикам, и мы делали для них вот этот фреймбок 3DR. Они подарили нам свои игры. В общем, такое было интересное. И приглашали на работу, а мы говорили, мы же с Арзамас-16. Если мы уедем, то мы не сможем везнуться в Россию. Они говорили, зачем возвращаться? В общем, а мы вернулись. И здесь продолжаем работать. И работали, работали, и работали с этими мобильными телефонами. И к нам обратилась администрация президента вместе с Чуровым. Чуров был в ЦИКе. Они говорят, ребята, вот вы пишите под Нокия телефон и посылайте платные смски. Давайте мы тоже напишем программу электронные выборы. В 2007 году нам обратились, был создан официальный проект, и мы сделали действительно приложение, которое если ты с телефоном приходил на избирательный участок, оно к тебе по бродкастингу. Джар. Примите Джар-файл. Ты принимал, а там бюллетень. За такого-то, за такого-то проголосовать, за такую-то партию. Если у тебя нет телефона, тебе выдавали на УИКе, это избирательный участок, на избирательном участке телефон общественный, ты вводил свой пин-код, а твой пин-код совпадал с номером твоего телефона. В общем, хорошая была защита. у нас, ну да, подменить невозможно номера в смсках, потому что на хард уровне уже через вышки едят. кто знает, тот понимает. И вот у нас был хороший 2008-й у нас был эксперимент в Туле, потом в Рязани в 2009-м, в 2011-м, в Москве. Причем эти участки были официальные, то есть они были написаны экспериментальные, но они были параллельны с официальными выборами. и пока значит в 2019-м году не надо было выбирать Путина. И после этого нас закрыли, потому что у нас смухлевать-то невозможно, соответственно проект закрылся, но мы получили очень хороший опыт и соответственно хорошие связи и некоторые очень получили неплохую работу в Москве, там до сих пор работают. Так что пишите игры, делайте имя и соответственно вас ждет успех. Спасибо. Я специально покороче говорил, потому что времени уже много, а чтобы на вопросы было побольше минут. Спасибо большое за такое прекрасное завершение вечера. Вот кружка и грамота. А еще есть книжка, но она, к сожалению, не вам, она за лучший вопрос, так что вам нужно будет выбрать, кому ее дать. Ну, а теперь все вопросы. Как вы думаете, сейчас все еще можно так же на играх взлететь или есть какая-то новая тема, кроме игр, где вот так же рынок пустой и любой дурак может оу. Я сам задаюсь этим вопросом. Я жду, жду, и на самом деле вопрос совершенно правильный. Наверняка вы думаете об этом, вы видите какие-то перспективные рынки еще сейчас? Ну, я знаю, какой. Я могу сказать, самый перспективный рынок это, как это, 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 да нет, биткоины вы уже прозевали. Это, мне кажется, устройство, это вот девушки для секса, ну, синтетические. Серьезно я говорю, что мы. Ну, вот это, это вот следует, это после айфона, после тесла, это вот будет вот это вот. То есть, девушка-робот, вот, ой, не для секса, я, пардон. Вот туда, вот сделайте, потому что уже все есть, материалы есть, математика, наука, процессоры, все есть. Почему еще не сделали такую девушку, я не понимаю. Такая, чтобы не очень дорогая, за пять тысяч баксов. вот. Спасибо большое за доклад. Вопрос. Как вы думаете, с чем связана современная тенденция в мобильных играх, вот, на кликеры, всякие клэши и прочую вот эту вот жвачку, грубо говоря, для рук, в которой глубина геймплея ноль, максимум доната, и они в топах постоянно. Ну, в топах, понятно, почему. Слушай, ты знаешь, это как вот мы выбираем там верховных правителей, но вот я вот их не выбираю, поэтому я вот не знаю, кто в кликеры играет, честно скажу. Мало того, у меня же, я вот пишу свои игрушки, они, я их пишу для себя. Они настолько, я же хочу, каждая следующая игрушка сложнее и сложнее, мне нужно мозг загружать. Вот в последнюю игрушку играет пять человек всего, остальные не могут, поэтому заработать нельзя. А в кликер я не играю пока. Я постоянно езжу в транспорте и вижу у людей то какие-то драконы непонятные, где нужно на монеты зарабатывать, то три в ряд, тоже с плоским геймплеем. Три в ряд неплохая игрушка. Ну, не на уровне того, что в нее играть вообще все. Я в 91-м написал три в ряд еще, по-моему. Спасибо большое. Ну, я вот не знаю, это же, ну, люди, к сожалению, мне кажется, мы должны их как бы тянуть к лучшему. То есть, сделаем ему кликер, а там вдруг раз, так и высокохудожественная какая-нибудь часть в качестве рекламы. Плюс, вот насчет этих, вот они в поезде-то играют, в метро, да? почему мы не ходим и не учим их. То есть, нужен такой, мне кажется, в каждом вагоне метро должен быть монитор, к которому разработчик подсоединяется и начинает играть. И все заворожено начинают на этот монитор смотреть и потом играть в эту же игру. Или в самолете ты летишь два часа, вот летишь, и самому играть неинтересно, вот как бы другой поиграл, там, скажем, в трехмерный тетрис, мне было бы интересно на небольшом экране телевизора. Но это я так уже, мысли вслух. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Как только это началось в App Store у вас, ну, работа именно с выпуском игр в App Store, были ли у вас проблемы с азартными играми и были ли у вас какие-то хитрые пути обхода, что, например, на момент ревью у вас заработок людей, которые играют в карточные азартные игры, делался там фантиками, а затем, когда ревьюеры проходили процесс ревью, вы обратно включали режим не фантиков, а денег, например. Были ли казусы какие-то хитрые, когда ревью тим, например, находила, а вы как-то хитро пригодите, это вовсе не мы. Да, нет, я всегда так делаю. Обычно я делаю так, у меня есть число пользователей, у меня есть, как это, моя скольная табличка, и там я всегда возвращаю в игру число зарегистрированных пользователей. Когда ты в App Store выкладываешь игрушечку, там сразу у тебя появляется пять американских айфонов, они на автомате там приходят. Я за ними слежу. Потом ревьюер шестой. И он обычно ни во что не играет, потому что он тупой. А у меня стоит проверка. Если число пользователей меньше десяти, функционал полностью ограничен и минимально. Ничего нет. Они одобряют, после этого функционал становится полноценным. все там, биткоины принимаем. Ну, вы так не делайте. Ну, там смешные же ограничения. Ну, что, ну, правда, ну, как так можно? Вот, допустим, мы не запретили в последнее время 20-48. Ну, как степень двойки можно запретить? Говорят, нельзя. Я говорю, ну, как нельзя? Складывать-то хоть можно? Складывать можно, умножать на двойку нельзя. Я поменял кубики, то есть вместо 2-4-8, 10-2-4-2-4-8, поставил 1-2-3-4, ну, степени, восьмерка, девять, десятка, одиннадцать. Но пока число пользователей меньше десяти. Как только больше, сразу все обратно вернулось. Все играют нормально, никто ничего. Спасибо большое. А вот пост-ревью случались ли казусы, когда уже ревью вроде прошло, выпустили, включили обратно свой нормальный режим? Ну, были ли случаи, когда именно пост-ревью? Нет, нет, никогда. А вот вдруг он… Я только на популярных играх. У меня популярных игр нет. Как только ты начнешь зарабатывать миллионы, у тебя будут миллионные проблемы. А если ты для удовольствия, то никаких проблем нет. Спасибо большое. Вадим, я слива от вас. Здравствуйте. У меня на самом деле нет вопроса. Я просто хотел поблагодарить вас за игры, в которые я все играл. Самые хорошие, до 93-го года. И один из людей, который вам писал, это я тоже был. Спасибо, что не ответили. В общем, я всегда думал, что это такое Арзамас. И, в общем, большое спасибо. Вы сделали мое детство. Вам спасибо. Арзамас 16, он до сих пор остался. Это Федеральный ядерный центр. Он теперь называется Саров. И я до сих пор являюсь сотрудником Федерального ядерного центра. Бомбу никому не надо. Но там такая есть интересная работа. Правда, все, что хорошего было сделано, это была сделана в советское время. Вся вот эта математика, численные методы. А все остальное сейчас это уже менеджмент. Только управлять тем, что было сделано в советское время. Ну, или переписать там на параллельные, расправили те алгоритмы, которые были созданы 50 лет назад. Здравствуйте. Извините. Спасибо большое за доклад. Очень ностальгично. Я посмотрел на ваши игры, вспомнил, сколько мне лет, и тоже подумал, что пенсию отодвинули. Но тем не менее. Вам никогда не хотелось пойти в какую-нибудь большую студию разработки и делать какие-то игры с миллионными бюджетами, в которые играют десятки тысяч игроков? Не обязательно мобильные, но, я не знаю, шутеры какие-нибудь, ААА-проекты, еще что-то такое? Нет. Никогда. Нет, ну я был в больших организациях. То есть я в Интеле был. То есть это такое большое бюрократическое. Ты себе кажешься гением, ты приходишь, а там тысяча таких же гениев уже, и все, и ты там. А если ты еще с английским не очень, нас же английскому не учили. Это вас теперь учат английскому и программирование. У нас нет. Мало того, у нас еще стиль был такой, знаете, Мехмат, он же говорил, если ты не можешь, как это, решить аналитические задачи, значит, ты не математик. Ты иди в ВМК. Вот. И туда, к цирку. И, соответственно, вот такое отношение к жизни сложилось, что вот варить в своем собственном мирке, а вдруг он для кого-то тоже кажется интересным. Также программирование. То есть я программист не очень хороший, я совершенно неаккуратный. Я переходил от парадигмы МС-доса к Симбиану, а потом уже к Айосу и с этими С-классами. Совсем это мне так тяжело давалось. И я вот считаю, что человек должен, когда делает маленький продукт, он должен следовать своим привычкам поведения. Я могу привести пример. Знаете, был такой знаменитый математик французский, Жордан. Жордановой клетки знаете все? Он был очень крутой чувак. То есть некоторые его до сих пор не могут понять. Так вот, он однородные переменные, которые нас учат, как называть? А, Б, С или X, Y, Z. Он их писал Альфа, Y и Эпсилон. Большое. Это вот у меня было X, Y, Z. Вот он так любил работать. И, соответственно, многие так же программируют. Я знаю, что у меня моя штучка лежит в дальнем ящике там. И она всегда там лежит. Все. Не надо мне ее в отдельный класс упаковывать, чтобы она на видном месте лежала. Вот так. Ну, это такое антипрограммирование. Советы по антипрограммированию. Добрый вечер. Так что в большой компании я бы не ужился. Я там был. Там это уже. Эти митинги. Сначала первые пять минут шуток на английском языке, которых я половину не понимаю. Ха-ха-ха. Потом что-то серьезное. Все. Заснули. Разошлись. Спасибо вам большое за доклад. Было, правда, очень интересно. К сожалению, я, правда, не застал пик вашей карьеры. Я родился чуть позже. Вот, а можно вас попросить, пожалуйста, 13-й слайд открыть? Тринадцатый слайд. Нормально. Протенье. Там же белый шею. Я не из налоговой. Да ладно. Скажите, пожалуйста, эти собачки что-нибудь общее с ВКонтакте имеют или нет? Да не знаю, я картинки заимствую. Вот понравился. Да это так, это просто игрушка. Это здесь идея игры. То есть, вот, как бы, три в ряд. Ну, не в три в ряд, а нужно трубы складывать. То есть, левую мышку нажимаешь, она против четырех стрелок вращается труба, а правую по поводу. Каждые пять или шесть, они съедаются. Такая. Есть хорошие пазлы, прям сидишь, не можешь решить часами. На самом деле, я думаю, учитывая год появления этой игрушки, вам самому можно предъявлять претензии. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Я вот хочу, вот ты мне про App Store спросил. Были у меня после того, как игрушка опубликовалась. Были. Я работал в одно время в интеллект телекоме, это часть МТС, АФК-системы. И у них есть свой банк МБРР. И, естественно, нам все деньги давали в этом, в карточке завели в МБРР, и туда зарплату выплачивали. Хорошую зарплату, блин, я думаю, сейчас в 2007 году по четыре тысячи баксов платили. А мы так, ой, мало, мало. Сейчас понимаю, что это очень много. Ну и вот, значит, я себе на айфоне сразу написал приложение, где ближайший банкомат и какие купюры в нем находятся. И приезжаю там. В Анапу приезжаю, там улица зеленогвардейская, прям такая банкомат стояла. В Нижний Новгород приезжаю, там, в общем, написал везде приложение, выложил в магазин. По-моему, бесплатно, а может даже за один доллар. Ну, не помню. Наверное, уже бесплатно лежит. И пользуюсь, очень удобно мне было. И вдруг раз, мне приходит в 2009 году сообщение от Apple Team, значит, уберите ваше приложение. Я говорю, с какого перепугу я должен убирать? А вот нам обратился банк МБРР, они выпускают официальное приложение МБРР, а ваше им мешает, потому что ваше больше скачивает, чем их. Я говорю, ну, я, конечно, могу убрать, но пусть они мне сами позвонят, мы с ними будем договариваться. И, короче, ну и что, и МБРР переименовали в МТС-банк. Здравствуйте. У меня к вам вопрос. У вас никогда не возникало желание написать игру, то есть которая не будет убивать время у людей, а с какой-то богатой режиссурой, может, с сюжетом, с какой-то историей? Ну, то есть роман написать? Да. Ну, мы все пишем романы. Вы пишете роман? Нет. А кто пишет роман? Женщины. Ну, вот женщины писать не надо. Что, никто не пишет большую игрушку вот такую, чтобы там с сюжетом, с текстами? А то бы я махнулся, я-то пишу, я просто хочу поменяться проектами. Никто не пишет. Еще один вопрос. Какая платформа вам принесла самый большой заработок, то есть из современных игр, iOS, Android, macOS? Вот это. Android. Я вот только сейчас, когда на короне стал писать, мне Android тоже понравился. То есть он подтянулся и игрушки скачивает. Я, допустим, карточную игру написал, у нее 70 скачиваний и 70 удалений сразу. Но стоит она 1 доллар. Она такая жесткая. То есть там ненормативная лексика. Ну, я предупредил, честно, что там грубая лексика. Должен быть красный такой знак. Прием. Прием. Так вот, вопрос про разработку. Как я понял, по всей предыдущей работе в основном это были использования нативных инструментов и нативных языков. А тут переход в корону и использование фреймворка, чего, как я понял, раньше не было, за исключением, наверное, того движка, на котором Falcon был. И вот какие это дало изменения вам в разработке, переход к фреймворку от использования нативных инструментов платформы? Ну, поскольку это… Спасибо за вопрос. Поскольку этот фреймворк, он для разработки двумерных игр, то есть там, где я живу и ем траву, то для меня переход очень быстрый. Я, честно говоря, вот обратно на Swift что-то уже не хочу. То есть Луа такой язык для разгильдяев. Хороший. Только надо следить. Если у тебя проект маленький, ты там чудеса творишь. То есть в десяти строчках. Все. У тебя весь проект. Отобразить звук. Как сказать? Прозвучать звук. Проиграть звук. Проиграть звук – одна строчка. Нарисовать картинку – одна строчка. Сделать диснеевский транзишн. Переход с баунсингом. Одна строчка. Ну, то есть такой. Для ленивых писать игрушки вот такого типа. Идеально. То есть два часа, прототип готов. Проверил, поиграл. Нет, неинтересно. Выкидаю. Нет, интересно. Продолжаем программировать. В общем, такой хороший движок. Рекомендую для тех, кто 2D-игрушки пишет. 3D невозможно пока. Хотя можно открыть. Оно же на OpenGL на самом деле написано. Можно на OpenGL еще открыть и писать. Соответственно, на Луа и на Короне писать трехмерные игры. Все? Еще вопрос. Да. Спасибо за доклад. Было очень интересно. Вот был вопрос про то, какая платформа принесла больше всего дохода. А у меня вопрос немного о другом. Какая платформа принесла больше всего удовольствия от разработки? То есть вот когда сидишь там 25 часов в сутки и… Хотя вот если вспоминать то MS-DOS открытую, Apple все-таки закрытая. Иногда кое-что, что ты хочешь сделать, тебе и не подвластно. Даже может не столько удовольствия от разработки, сколько азарта. Вот когда вот сидишь и кодишь, кодишь, кодишь просто потому, что интересно. На самом деле от платформы вообще не зависит. То есть если ты загорелся идеей, то все. Вообще все равно. Сумасшедший, да. Спасибо. И спасибо за доклад. Можно еще один вопрос. Все-таки кто такой Гребенников и почему я до сих пор про него помню? В Боле чудес был вопрос. Там какой-то сотрудник какого-то отдела. Почему? Ну, когда я в 91-м году эту игрушку писал, то интернета же не было. И мне нужно было наполнить базу слов. Я такой человек достаточно эрудированный. То есть я все книжки прочитал, которые к тому времени были у моего отца в библиотеке. А у него было 200 томов всемирной литературы. Кто читал Ива Андрича, «Мост над Дриной», допустим. Ну и вот, и так далее. И все это сложные слова из своей памяти по каждой теме набирал. Мне еще одной темы не хватало. У меня же массив был жесткий. 16? Не плавающий. 15 тем заполнил, 16 осталось. Ну, смотрю, у меня лежит секретный телефонный справочник ядерного центра. И я раз, и оттуда все самые сложные фамилии туда переписал. Ну, вроде так, пока в шпионаже меня не билет. Кстати, это Гребенников, он мой ровесник. Он закончил ВМК. Знаете, что такое ВМК? Московского государственного университета. Да. И теперь он начальник математического отделения в Российском федеральном ядерном центре. Вот. Повезло парню. А если бы я его туда не засунул, так бы и был бы обычным научным сотрудником. Спасибо вам за рассказ. Вы говорили про три ошибки, которые совершили, я здесь, три ошибки, которые совершили, когда писали «Поле чудес». Какая третья? Третья ошибка, но она на самом деле казалась не ошибкой, а, так сказать, местью. Я человек не псительный, но хорошая память у меня. И вот эти ребята, в 95-м году я встретился с Якубовичем случайно. Шел по улице в Нижнюю Новгород, смотрю, Якубович идет. А мой приятель говорит, а вот это тот самый Дима Башаров, который «Поле чудес» написал. Якубович на меня посмотрел строго и говорит, повезло вам, мы на вас в суд хотели подать. Я говорю, за что в суд? А вы оставили в своей игрушке в конце адрес редакции, на которую присылать письма с выигрышами. Выигрыши-то были, ну, фейковые, там, шнурки от галош. И к нам повалили эти письма там. А оказывается, на нашем центральном телевидении есть правило. Отношение к письмам слушателей священное. Два года ты должен хранить это письмо. И говорит, и у нас в центре на Королеву 12 две комнаты были забиты мешками с письмами от пользователя выигрыша. И вот мы несли колоссальные материальные убытки из-за аренды этих двух комнат в центре Москвы. А я говорю, а вот надо было тогда, в 93-м-то, не убегать в Испанию, а заключить со мной договор, заплатили бы мне там тысячу долларов. А в 93-м году за 3 тысячи долларов можно было купить квартиру на 3-й Фрунзенской улице. Трешку. Вот такие были цены парни. Если у нас закончились вопросы, еще раз поблагодарим прекрасного спикера. Вам спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ